Порицание о расплевающем дев Христовых. Что сказать вам, жалкие и несчастные вожди злых похотей? Как вы хотите избежать руки Бога живого? Что сделаете вы, когда, обручившись с этой девой, придет судить живых и мертвых? Что скажете вы в свою защиту, совершив такое преступление против невест Христовых? И вы до такой степени простерли свою дерзость, и не трепетали, не убоялись, не содрогнулись от ужаса, не пощадили своих душ, или не знаете, что тяжелее этого преступления нет ни одного, или не знаете, что Девы – это храм Божий, или не знаете, что Дух Божий обитал в них? Тех, которые ежедневно беседуют со Христом о неиссякаемых и вечно пребывающих в брачных дарах, и которых Павел привел и представил Христу чистыми девами, вы загрязнили навозом и зловонием. О, как вы дерзнули расцвить невест Христовых! Вы – виновники злой похоти. Если осмелится кто-нибудь поступить так с девицей-соробой, то не останется беззыскания. А вы – вооружающиеся против невест Христа, общего и им и вам Господа. Неужели надеетесь избежать наказания? Не слышите ли вы, что говорит апостол? Суд без милости, не оказавшему милости. И что может быть печальнее этого? Одним мечом вы совершаете два убийства, убиваете и себя, и их, потому что такое растление в глазах здравомыслящих есть смерть. О, кто не востинает, кто не оплачет, и кто не воскорбит и не возрадает о таком преждевременном убийстве. Кто не оплачет такую неожиданную смерть? Кто не поскорбит о том неправедном поражении? Брачные дары и расписка хранятся у законного мужа, соединившегося непорочно, у небесного жениха Христа. И Ева предается обольстителю, но скажет который-нибудь, «Я соединилась с Христом по необходимости, у меня не было намерения соединиться с Ним. Я хотела соединиться с Саровом. И ты, несчастная, осмелилась говорить против себя же самой. Пусть ты не имела расположения любви к Господу, но Он возжелал тебя. Слушай, несчастная, я скажу тебе и уверю тебя в этом, хотя бы тем, что бывает в этом мире, говорю о делах житейских. Если один вместо другого похитит девицу, то при равенстве условий того и другого такое похищение признается дозволительным, и законы царь попускает похищение, потому что похититель имел в виду не обесчестить, а почтить, и мог представить приданные и врачные дары. Итак, если у людей нет никакой измены в данном случае, поскольку она происходит согласно предназначенной цели, то что же скажешь свою защиту ты, похищенный вопреки твоим ожиданиям Господом? Не необходимости называю я то, что ты удостоила сосчитаться с Господом, а строительством и человеколюбием Господа, желавшего, чтобы ты недостойная, под видом необходимости стяжала превысший тебя беспорочный брак. Итак, не говори, я по нужде избрала девство, не будь неблагодарна небесному жениху, который удостоил взять тебя рабыню, не имеющую ни приданной, ни знатного рода. Ты его рабыня. Если бы и не хотела того, а тому умоляю тебя, дева, будь покорной без всякого противоречия и постыдных рассуждений. Если ты еще не нарушила духовного брака, храни непоколебимо договор. Если приступила и пала, встань, умоляю тебя, встань. Подо тебя стоит благой человеколюбивый Господь, презренный тобою. Он не отвергает сожительство с тобою, подай ему свою руку. Если ты позорно отвергла первую руку, то не отвергай, по крайней мере, эту. Он не презирает твоих ран, а лечит язву души и тела, потому что он сострадательный врач. Открой ему исповеданием болезнь твою, чтобы он незримо возложил спасительное врачество, потому что он не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию. Он пришел к тебе, лежащий, встань же, возьми одр твой и иди в дом твой, то есть в пристань покаяния. Впредь не смотри ни плотскими, ни духовными очами на своего обольстителя, виновника Диенна и червя неусыпающего. Возьми, говорит, возьми отсюда, потому что не хочу, чтобы ты лежала. Разорви символ греха, омойся слезами, омойся не в купальне, а в церкви. Бог силен даровать тебе прежнее достоинство. Не учи горшечника, как исправить свое создание. Ты согрешила? Молчи, не говори. Как можно быть восстановленной в прежнем достоинстве? Не говори так, Дева, потому что Бог оправдывает. И кто же осудит? Слушай, как Господь порицает отчаяния, говоря через Еремию пророка. Или ты не видел падшего в Галаваде, или врача нет там? Почему же не пришло исцеление дочери народа моего? Еремия 8, 22. О, сострадательный врач! Не в преступлении обвиняет, а в нерадении. Не сказал, зачем ты получил рану, а зачем не получила исцеление. Не сказал, зачем ты пала, а зачем не встала. А что Господь хочет через покаяние сделать тебя еще более славной? Послушай, как он говорит о том, через пророка Исаию. Если грехи будут ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут, как червленые, как волну убелю. И апостол, не болел бы бесполезным трудом, если бы не получил наперед удостоверение в благости Господа. Не говорил бы, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. Так как ты, говорит он, созданную по образу Божией душу свою предала душегубителю, демону, сделав члены Христа членами блудницы, то я до тех пор не перестану стенать и скорбеть, пока не увижу опять вообразившегося в тебе Христа, пока не увижу тебя, облеченный в красоту целомудрия. Не отвергай награды покаяния. «Молю тебя, прошу и заклинаю, будь мужественна, очистись, укрепись духовно», повторяет апостол увещание. «Во Христе молю, примиритесь с Богом», молит апостол, чтобы опять призвать ко Христу обрученную Ему и нарушившую договор. Человеколюбец Господь говорит, «Я не помню причиненной обиды, опозорена моя ложа, обесчерчен мой союз, но ни за что сделанная тобой не обвиняя тебя. Зачем ты не противостала напавшему противнику? Как ты не отвратила едоносных стрел его знамением креста моего? Не для того ли вселился я в девственную утробу, чтоб природа, обесчерченной некогда путем обмана, получила свою честь через девство? Враг пленил девственницу Еву, и через Деву я опять ввел ее в рай. Не слышал ли ты моих слов, что нет никого, кто оставил бы отца или мать, или дом, отверг бы все житейское и получил бы старицею, и не исследовал бы жизнь вечную? Не слышал ли? Как говорю я через Исаию пророка, работающие мне возвеселятся. Исайя 65, 14. Не через того же ли раба моего Исаия обещал я соблюдающим тело своей внепорочности, что они наследуют великое благо и получат плоды лучшие сынов и черей? Не через детство ли зашел он на небо? Не ради ли детства Иоанн, сын Зеведеев, назван был мной сыном грома и сыном матери моей? Не слышал ли ты апостола Павла, который говорил, и не исполняйте вожделений плоти? Так скажи, Господи. Но помилуй рабу Твою недостойную, и яростью своей не обличи меня, и гневом своим не накажи меня. Но первовиновник, злая человека, убийца, враг, и застрелил против меня едоносную стрелу, обольстил сердце мое, пленил чувствилища мои, и я забыл о страх Твой, и праведное воздаяние Твое. Возникший внутри меня огонь помрачил отче ума моего, безответной и в том, Господи, что не призвала Тебя в то время на помощь себе. Согрешила, Господи, согрешила, оставив Тебя и саделавшись рабой по стыдной и позорной страсти. Тогда и Он скажет тебе, хорошо было тебе подумать о том, чтобы не посланы были скоро истязатели души Твоей. И где тогда было бы исповедание и покаяние? Потому я и говорю, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа. Итак, отныне уже не согрешай, не оставляй меня, чтобы не звать все блудницы. И мы поэтому умоляем, примиритесь с Богом. И ты, Дева, скажи так, умываю в неповинности руки мои, и обхожу жертвенник Твой, Господи. Салом 25, 6. Потому что ты воздвиг меня лежащую, оживотворил омертвевшую, сделал светлой огрязненную, извлек удою благочестие, погруженной во глубине греха, привел домой заблудившую, искупил плененную, не отверг оскорбившую, воззвал убежавшую, омыва кровавленную, отнял уловиной похотью, достойную глубин адовых, сделал обитательницей неба, освободил от гиены, избавил от меча, разрешил от уз, удостоив вечной жизни, исхитил от опасности, посрамил дьявола, раздрал рукописание. О, делатель благих слез, что может быть славнее этих чудес? Придите же все, подвергшиеся такой опасности крушения, познайте, уразумейте и научитесь, что плод греха есть смерть, а плод духа, жизнь, мир и святость. Все вы ныне или когда бы то ни было желающие избежать этой смерти, примите все сказанное в руководство спасения, и когда помышляете, всегда об этом. Все, особенно же монашествующие и девы, посвятившие тела свои Господу, духом ходите, и похоти плотских не совершайте. Галатам 5,16 Охоть произросила плод греховный смерть, плод же духовный жизнь вечную, нетление, святость и мир по душе и по телу, потому да будет известно всем вам, что на всем древе добродетели нет ни одной добродетели почетней девству, и подобной ей не найдется, если инок или дева не согрешит мыслью, потому что согласие в мыслях все дело совершает. Не ложен сказавший, что посмотрит на жену своей вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, а между мужчиной и женщиной нет никакого различия, потому что все мы происходим от одного смешения, как свидетельствует Евангелие, когда говорит, что желание мужа и желание плоти есть одно и то же, потому и деве Христовое должно всю себя соблюдать чистую и непорочную, устремлять сердце к жениху и Создателю своему Христу, мысленными очами взирать на того, кто превосходит красотой всех сынов человеческих, отвращаться всякого праздного слова, не служащего к назиданию, не вступать без разбора в отношения со всяким мужчиной, а особенно удаляться тех, которые ведут себя непристойно. если, впрочем, есть уверенность в пользу для души, то не следует избегать мужей, ведущих себя благопристойно. Не нужно быть ни слишком смелой, ни медлительной. Не следует заниматься пустыми разговорами с непристойными женщинами. Клятва пусть совсем не сходит из уст ваших, потому что Господне повеление запрещает клясться даже твоей собственной головой. Все говорит больше, чем да и нет от лукавого есть. Все же нечистые постыдные помыслы и всякие искушения плоти должны изгонять страхом и любовью Христовой и образом Креста Его. Вот что отцы и матери, братья и сестры и все чадо предложил я вам для пользы вашей, особенно же монахам и девственницам. Соблюдайте эти наставления и не приткнетесь, но удостоитесь и вы быть названными наследниками Христа, коих всех уготованных благ да покажет нас достойными и соделает наследниками Отец Милосердия и Бог всякого утешения, благодати и щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу подобает слава, честь, поклонение со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.